В аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины представили предварительные итоги выполнения государственного оборонного заказа в 2021 году. Соответствующий пресс-релиз был обнародован в четверг, 6 января 2022 года, пресс-службой СНБУ Украины. В сообщении отмечается, что государственными заказчиками сектора безопасности и обороны в 2021 году было заключено более 600 контрактов, по которым уплачено 98,8% ассигнований государственного бюджета, предназначенных для закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения. Этот показатель почти на 2% больше, чем в 2020 году. Самый большой по объему бюджетных назначений государственный заказчик Министерства обороны Украины выполнила задание на 99,5%. В свою очередь, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардия, Национальная полиция, ГБР, Главное управление разведки Министерства обороны Украины, НАБУ, СБУ, Служба внешней разведки Украины, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, и Государственное космическое агентство Украины выполнили все запланированные задания на прошлый год. Отмечается, что по результатам выполнения гособоронзаказа 2021 года ВСУ и другие военные формирования получили более 3000 основных образцов вооружения и военной техники, до 4 миллионов боеприпасов и ракет разного назначения, около 3000 приборов ночного видения и так далее. Так, в рамках гособоронзаказа в прошлом году Вооруженные силы Украины получили новые беспилотные комплексы Байрактарты Б-2, противокорабельный комплекс берегового базирования РК-360МЦ Нептун, современные средства связи, бронетанковое вооружение и технику, комплексы радиоэлектронной борьбы и так далее. В то же время, отмечается, что результаты выполнения задач по подготовке производства вооружения и военной техники Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины в 2021 году нуждаются в улучшении в текущем году. Напомним, на реализацию гособоронзаказа 2021 года из бюджета Министерства обороны Украины было запланировано потратить 22,5 миллиарда гривен. При этом по состоянию на 1 декабря 2021 года его выполнение оценивалось в Минобороны на уровне 85% от годового плана, в свою очередь на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования в текущем году. За принятым Верховной Радой в начале декабря прошлого года государственным бюджетом на 2022 год планируется выделить 28,4 миллиарда гривен. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра.